Киберспорт вошел в нашу жизнь. В России он признан официальным видом спорта. В командном или индивидуальном соревнованиях участвуют многие и зарабатывают немалые деньги. Для создания целой команды киберспортсменов был создан проект «Киберспорт не игрушки». Аслан Гирюгов продолжит тему. Проект «Киберспорт не игрушки» победил на всероссийском слете национальных лиг студенческих клубов в Казани и направлен на его популяризацию в республике. Для многих людей остался стереотип, что это всего лишь пустая трата времени. Но если обратиться к статистике, то можно увидеть, что многие профессиональные игроки начинают зарабатывать от 2000 долларов в месяц. А самые-самые побеждают в турнирах, где призовые фонды доходят до нескольких миллионов. Руководитель проекта Роберт Баская с помощью своего проекта хочет обучить хорошие команды в нескольких киберспортивных дисциплинах, чтобы в будущем они могли участвовать во всероссийских турнирах и соревнованиях и развивать свои навыки за пределами нашей республики. Задача такая, чтобы собрать 20 команд из Крочевской республики. Там будет 9 школьных команд, 10 университетских команд и одна команда у нас будет из Министерства спорта, туризма и молодежной политики. То есть, чтобы все слои так затронуты от 14 до 30. Мы проведем турнир по четырем дисциплинам. По итогу у нас будет 4 чемпиона в каждой игре своей. У нас будет в команде 12 игроков, 2 резервных, 10 основных. По мнению руководителя проекта, существует несколько проблем. Хорошие игроки не могут развивать свои навыки, так как играют только в местных турнирах с одними и теми же участниками. Другие считают, что не смогут добиться в этом направлении успеха или же считают его несерьезным. Помимо этого, уровень проводимых в нашей республике турниров не дотягивает до профессионального и зачастую проводится за счет участников. А данный проект поможет игрокам из нашей республики попасть в федеральную киберспортивную лигу. У нас будет оснащен кабинет, класс игровой, где будет проходить соревнования. То есть человек не может находиться там где-то в Москве или где-то у нас в регионе, но не приехав к нам, чтобы играть по сети, потому что это будет нечестно. Мы не знаем, кто сидит за компьютером, мы не знаем, какие у него там технические оснащения. У нас у всех будут одинаковые варианты. Проекторы, плейстейшены, мобильные устройства и компьютеры. После реализации данный проект будет поддерживаться руководством нашей республики, чтобы в дальнейшем направление киберспорта развивалось и проводилось как можно больше турниров и соревнований. Аслан Гирюгов, Роберт Джугутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.